Волнительно, ответственно, непривычно. Выступать перед камерой одно, а когда на тебя смотрят глаза школьников, здесь ощущения совершенно другие, испробованы на себе. Эти ребята мечтают стать журналистами, многие уже ведут собственные блоги, поэтому им важен опыт живого общения с представителями профессии, чтобы узнать о подводных камнях, об ошибках. Проект стартовал в сентябре. За это время они уже проводили пробу пера, бывали на экскурсиях, занимались краеведением. Всё это, безусловно, развивает в них качество наблюдателя, что очень нужно. Сейчас у нас такое время, когда в соцсетях даже много групп, где нужно рассказывать о своей деятельности, представлять свою школу, представлять, может быть, себя. Многие увлекаются блогерами, смотрят, хотят стать. И как это правильно сделать, как раз-таки вот эти занятия очень помогают. Блоги тоже нужно вести с умом, выверять каждое сказанное слово, а не просто кривляться на камеру. В медиашколе учат, как грамотно подходить к записи видеороликов. Чтобы дети были вовлечены в историю родного края, к этому нужно добавить краеведческий аспект. А вдруг кто-то в будущем станет журналистом-путешественником и будет прославлять наш город? Я хочу делиться своими мыслями с людьми, взаимодействовать с людьми и делиться эмоциями, и чувствовать других людей, их эмоции. Я хочу уметь высказывать свои мысли, и медиашкола в этом мне помогает. Сегодня редакционное задание – найти как можно больше информации, курсируя по кабинетам Центра развития. Можно смело заходить во время занятия, спрашивать о чем угодно. Первый пункт – мастерская по бисероплетению. Чем сейчас занимается ваша друг по бисероплетению? Делаем податки для наших мам, бабушек, сестричек и так далее. Делаем цветы, делаем браслетики, делаем украшения. Самые разные. Идем дальше. Ребята разделились на группы. Все-таки три этажа не так быстро обойти. За эту неделю у вас проходили какие-то крупные мероприятия, например, крупные выставки с этими поделками? Мы сейчас готовимся к большой выставке, к юбилею Уральского добровольческого танкового корпуса. Ребята как раз у меня начали делать модели. Вот одна уже готовая. Вторая вот у нас лежит в сборке, готовится и еще будут. После информационного шторма общий сбор. Нужно ведь все обсудить, поделиться добытыми поводами. Это хороший опыт для ребят. Так налаживаются коммуникационные связи и приобретается навык общения. Плюс каждый второй современный ребенок ведет свои блоги и каналы. А ведь их нужно заполнять интересным контентом. В основном я делаю какие-то новостные нарезки, то есть где-то нарезки с разных шоу, выкладываю в свой телеграм-канал новости. И для меня эта тема очень увлекательна, так как я сама этим горю. И мне интересно вот именно как люди на это будут реагировать. Очень приятные люди, с которыми я занимаюсь. Очень интересные занятия, нам рассказывают очень много практики. Занятия в медиашколе проходят раз в неделю по вторникам. В конце года по итогу проекта дети должны будут снять несколько выпусков собственных программ о краеведении и показать их на всеобщее обозрение. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.